Библейский портал экзегет.ру представляет 18-й псалом, один из моих самых любимых, читаю в переводе Российского библейского общества для библейского портала Экзегет. Вот предыдущие 17, все прям 17, ну кроме первого, может быть, 16 предыдущих, они такие эгоцентричные, они, конечно, про Бога, но они из позиции вот я, вот я, вот я, вот я, вот я праведник, вот меня преследуют грешники, вот они нападают на меня. О Боге там сказано много, о мире, но 18-й, он удивителен в этом смысле. Вот я представляю себе его так, раннее утро, какое-нибудь весеннее утро или такое летнее, но в начале лета, когда еще не жарко, может быть, спокойная осень или даже такая красивая зима, и человек выходит, пока все еще спят из своего дома, и он смотрит на рассвет, и он задумывается об этом мире, о своем месте в нем, но прежде всего о Боге. Под заголовок начальнику хора Псалом Давида, как у многих псалмов, уже не буду повторять, а вот сам текст. О Божьей славе говорят небеса, в деяниях его повествует небесная твердь, день дню слово передает, ночь ночи знания возвещает, звука не слышно, не слышно слов, голос их не звучит, но разносятся голос их по всей земле, до всех краев мира звучит их весть. А там для солнца раскинут шатер, выходит оно радостное, как из-под свадебного балдахина жених, и как воин начинает свой бег, пускается в путь от края небес, добежит до края и вспять повернет, от его жара не скрыться нигде. Совершенен закон Господа, он возвращает жизнь, неприложен устав Господень и простецам дает мудрость, верны повеления Господа, и радость сердцу несут. Светла заповедь Господа и просвещает взор, страх пред Господом чист и пребудет вовек, повеление Господа праведности и истина, а не желание, чем золото, чем груды злато, слаще меда и патоки. Я, твой раб, повинуюсь им, за соблюдение их награды велика. Разве наши ошибки нам ведомы? От грехов неосознанных очисти меня, от бесстыдных грехов меня избавь, пусть не властвуют над рабом твоим, и тогда не порочен буду я от греха великого чист. Господь, прими благосклонно мои слова, вздохи, идущие из сердца моего, ты, Господь, моя скала, избавитель мой. Великолепные стихи, да, вот один из величайших образцов мировой поэзии, я считаю. И очень необычный для псалтири. Псалтирь — это слово человека к Богу, а человек, он требователен, даже к Богу он требователь. Он говорит, Господи, помоги, спаси, избавь, накажи вот этих плохих, я-то хороший. Вот здесь совершенно другое настроение. Он начинает с красоты мироздания, он говорит, смотрите, небеса и небесный твердь повествуют о Боге. Глядим на небо и понимаем, как это всё прекрасно устроено. День дню слова передаёт, ночь ночи знания возвещают, вот эта смена дня и ночи, это одновременно какой-то сложный замысел, который нам открывает что-то о Боге. Звук и не слышно, да, день и ночь не разговаривают, у них нету голоса, но голос их разносится по всей земле, потому что везде люди видят смену дня и ночи, зимы и лета. Везде люди видят, как сложно и прекрасно устроен этот мир. И самое красивое, конечно, солнце. Не случайно его обожествляют все языческие народы и воспринимают его, как некого могучего Бога, да, там Гелиус у греков, равы египтян, которые по небу проходят, чтобы согреть свой мир, чтобы дать тепло людям. И вот здесь для солнца раскинут шатёр, выходит оно радостное, как жених на свадьбе, да, вот оно не главное, но для него всё устроено. И как воин начинает свой бег, и потом он, этот воин добежит и повернётся спять, то есть каким-то образом вернётся к востоку. Не знали, конечно, как земля вращается тогда. И смотрите, вот глядя на бег солнца, мы можем задуматься о том, что совершенен закон Господа, он возвращает жизнь, как солнце выходит из-за горизонта и возвращает нам жизнь. Не приложен устав Господень, как солнце встаёт на востоке и заходит на западе, и простецам даёт мудрость. Верны повеления Господа и радость сердцу несут, как солнце, которое поднимается над горизонтом. Но это выше солнца, это выше всего этого мироздания, видимый мир, в том числе восход, закат, всего лишь некое напоминание о Боге. Светла заповедь Господа и просвещает зор, как солнце после ночного мрака рассеивает лучи. Страх пред Господом чистый, пребудет вовек. Чувство страха, но обычно мы не хотим его испытывать, да, но есть страх, как ужас, перед там дикий зверь вышел, или человек лихой с дубиной сейчас всех убьёт. А вот страх Господень, некая боязнь, некое осознание своего недостоинства, своего какого-то положения перед Богом, когда это вот что-то такое, что заставляет трепетать, да, и он чист, в нём нет этого ужаса. И повеление его праведности истины, вот они связаны с этим, страх и повеление. Есть повеление, значит, есть страх их нарушить или страх наказания за их нарушение. Но при этом они желаннее, чем золото, чем груды зла, то слаще мёда и патоки. Могут ли быть запреты сладки? Запреты могут быть грозны, они могут быть правильны, логичны, справедливы, да, могут и не быть. В нашем мире очень часто они таковыми не являются. Но может ли запрет быть чем-то желанным и сладким? Для него да, потому что это закон, устав, повеление, потому что это воля Бога, которая раскрывается в этом мире. «Я, твой раб, повинуюсь им за соблюдение их награды велика, но и сами они для него желанны». И тут он задумывается, а всегда ли? Вот были псалмы, где он очень самоуверенно говорил, псалмопевец, мы часто тоже так думаем. «Я чист, я пред Богом чист, вот эти, они, да, они грешники, я-то нет». И здесь он задумывается, разве наши ошибки нам ведомы от грехов неосознанных, а чистыми? «Я, наверное, когда-то где-то согрешил, я, может быть, сам этого не осознаю». И добавляет, «от бесстыдных грехов меня избавь». То есть, наверное, и сознаёт где-то свои грехи. «Пусть не властвует над рабом твоим, тогда не порочен буду я от греха великого чист». Вот эта молитва о прощении, у нас будет целый огромный покаянный псалом, конечно, он всем известен. Но вот эта молитва о прощении, при том, что она очень короткая, и в ней как бы мы не видим такого напряжённого покаяния. «Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей». А мы здесь видим, что я, наверное, в чём-то согрешил, что-то я осознаю, что-то я не осознаю, но, Господи, этот мир так прекрасен, Ты так велик, очисти меня тоже, я тоже хочу быть частью этого мира, чистого Твоего мира. «Прими благосклонно мои слова, вздохи, идущие из сердца моего». То есть, это даже трудно назвать покаянием, хотя это тоже покаяние, но сосредоточенное не на грехе, я страшно согрешил, прости меня, а сосредоточенное на великолепии и красоте этого мира. «Какой прекрасный этот мир, как в нём проявляется Твоя любовь, Господи, я хочу быть частью этого Твоего творения, только Ты можешь меня очистить и принять как частицу этого мира, сделай же это. Ты, Господь, моя скала, избавитель мой». То есть, вот, больше, собственно, мне надеется не на кого. Удивительно высокая поэзия, мне кажется, один из самых ярких и лучших псалмов. И 19-й будет ответом на 18-й, когда, как правило, у нас в псалтире говорит молящийся, но в 19-м ответ будет молящемуся, да, да, ты получишь то, чего ты просишь.